ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вы можете прийти в парламент с составом кабинета министров и с программой. Давайте расскажите нам, что вы сделаете. Допустим, Майя Санду поддерживает. А я выхожу с одной программы. Уважаемая большинство депутатов парламента, которые являются чистыми коррупционерами, бездельниками и преступниками. Я пришел к вам для того, чтобы вы не проголосовали за кандидатуру премьера, для того, чтобы запустить механизм 45 дней, минимум две попытки на избрание премьера. То есть выходить страшно. Вы можете рассказывать людям про план модернизации страны, который очень нужен. Господин Мусан, а в случае, если этот в некотором смысле троллинг... Почему троллинг? Объясните. Ну, не будет всерьез представлена программа. Не будет всерьез представлена кабинета министров. То есть все будут понимать, что это делается для того, чтобы спровоцировать формально пройти процедуру по... Наталья, так не чтобы все понимали. Я об этом кричу на всю страну уже сейчас. Хорошо, но если по закону вам надо будет представить кабинет министров, вы допускаете хотя бы на секундочку? На секундочку. Что они за него проголосуют? Что проголосуют за это? Почему? Ну, у меня есть запасные кое-какие ходы, которые я сделаю публичными, прям выступая на трибуне. Я им не оставлю ни одного шанса проголосовать. Майя Санду будет знать изначально про этот ваш план? Что вы хотите сделать? Конечно, конечно. То есть вы когда будете предлагать ей? Конечно, конечно. Я встречу, скажу, вот такой план. Вот смотри, почему с ней, еще раз, чтобы не было спекуляций опять, которые сейчас начнут пропагандировать некоторые СМИ, я буду встречаться именно с Майей Санду из-за того, что на сегодняшний день только она может выдвинуть кандидата на должность премьера. Если будет коалиция из других партий, им нужен кандидат, за который они проголосуют. Пожалуйста. Вы понимаете, как здорово. Вот никто не проголосует. Давайте по-другому скажу. Смотрите, давайте идем по плохому сценарию. И вот проголосовали они. Вот взял, включил я, всю свою охрану включил в список будущего правительства. Значит, проголосовали за него. Наталья, это говорит о том, что партии, которые проголосуют за правительство Рената Усатова, они врали людям все это время и имитировали, что они к тебе досрочны, а Усатый через три дня может подать в отставку.